Хэллоуин Именно в США. Хэллоуин – это целое событие, требующее от людей длительной подготовки. Тысячи людей по всей Америке основательно подходят декорациям домов и дворовых участков. Сам же Хэллоуин тесно связан с темой смерти, духов и потустороннего мира. Есть сведения о том, что этот праздник сопровождался и жертвоприношениями, в том числе животных. Некоторые сведения есть и о человеческих жертвоприношениях. Насколько это правда, конечно, очень много историки спорят. По большому счету назначение этого дня Днем Всех Святых нужно благодарить римского епископа Григория I, который в 61 году, пытаясь активизировать христианизацию Шотландии и Ирландии, то есть кельтских племен, которым принадлежал Самайн, пошел по забавному пути. Он предложил приурочивать христианские праздники, в том числе и вновь назначенные, к местным обычаям. Много споров ведется по поводу празднования Хэллоуина в России. Первое его появление на просторах нашей страны произошло еще в 90-е годы. Тогда это был не совсем тот праздник, что существует в Европе или в Америке. Многие традиции, в том числе выпрашивание конфет, не стали частью российской адаптации праздника. Однако украшение домов и помещений входит в современное понимание Хэллоуина у россиян. Русская православная церковь не одобряет проведение этого праздника. Весь его антураж связан с языческими корнями. Кельтский Самайн ассоциируется со смертью и концом для всего, а христианство говорит о вечной жизни. Тем не менее, жители России относятся к Хэллоуину просто как поводу повеселиться, отдохнуть, провести время с друзьями и семьей. Как уже отмечали многие исследователи, праздник в каком-то смысле утратил свое первоначальное значение. Обычай, собственно, наряжаться в костюмы нечисти, это опять же кельтский обычай. С одной стороны, это символизировало нечто страшное, чтобы отпугнуть нечисть от дома. С другой стороны, в ИАХ, собственно, требования каких-то наград, вознаграждений, это примерно 15-16 век, собственно, во многих трактовках означало откупание, что называется, от нежелательных гостей. Что, мягко говоря, естественно, негативно воспринимается православной церковью не только России, но и, в общем-то, мировой. И антиокийской, и русалимской, и александрийской, в общем-то, всеми. Споры по поводу празднования Хэллоуина не ослабевают. Одни люди не видят в празднике ничего страшного, а кто-то, наоборот, полностью его отрицает. Также есть и те, кто выступает за празднование исконно православных и аналогичных праздников, к примеру, святки, где тоже нужно стучаться в дверь и просить угощения. Точно можно сказать только одно – Хэллоуин – это культурный феномен, который принес человечеству много различных произведений современного искусства и не только. Аделя Файзулина, Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Александр Кузнецов. Универновости.